Сотрудники приюта для четвероногих Зоу-37 недоумевают. За последний месяц к ним поступило огромное количество породистых собак. Кто-то теряется, и хозяева не спешат искать питомца, кого-то выбрасывают на улицу. Французского бульдога, который недавно потерялся в Шуйском районе, волонтеры назвали Лунтик. Животное общительное и очень доброе. Теперь трехлетний пес ждет преждих или новых хозяев здесь, в Зоу-37. У Шарпея Мани сложный характер. Предыдущий владелец, видимо, не смог с ним справиться и выбросил собаку на улицу. Мани не очень доверчива, об этом в приюте предупреждают всех, кто обращает внимание на красивую породу. Этой собаке в большей степени нужны заботливые руки и хозяйское внимание. Мы не каждому можем отдать породистую собаку, потому что порода, все-таки люди должны знать, что это за порода. Не из-за того, что это модно. А, во-первых, любая породистая собака, она требует больших ветеринарных вложений. Дворняга – это дворняга. А вот породистые, они требуют денежных средств. Они не у каждого есть. И соответствующий уход. Еще в приюте есть русский спинеель, обнаруженный волонтерами на улице Минская. Две таксы и боксер по кличке Мачо. Предыдущий хозяин сам привел собаку в приют, сославшись на семейные обстоятельства. Теперь пес в самом расцвете сил ждет новых хозяев. В приют попадают разные собаки. Подготовить их к новой счастливой жизни – задача волонтеров. Здесь я занимаюсь социализацией собак. То есть, это, приучаю собак ходить на поводке, чтобы они людей не боялись, не кусали никого. Сперва прикармливаю ее, чтобы она ко мне привыкла. А потом уже начинаю потихоньку ее к поводку выводить на поводке. И так прошу, чтобы подходили с ней, общались другие. Маленькие по размеру собаки тоже оказываются на улице. Как и этот пес. Помесь йоркширского терьера и таксы. 2 июля собаку нашли в Новоталицах. Волонтеры буквально вытащили ее из-под колес машины. Животное было сильно напугано. Он вот любит сидеть на руках. Но любит и гулять, общаться, любит играть, бегать. И он доверчивый. Общительный очень. Ждем, что найдется хозяин. Желающие есть, которые хотят его себе взять. Но пока ждем хозяина. Маленького, пока безымянного добермана в приют привезли в кошачьи переноски. Животное заболело, наверное, поэтому хозяева выбросили его, думая, что щенок умирает. Когда его привезли, у него был очень большой живот. Он еле ходил, падал. Мы ему делали капельницы, делали уколы. У него аллергия немного есть. Ну и сейчас намного лучше себя чувствует. Живот спал. Вылечившийся от паразитов пес прекрасно себя чувствует. Волонтеры уверены, очаровательного новичка вскоре заберут более ответственные люди. Параллельно с породистыми собаками в приют продолжают поступать и дворняшки. На помойке в районе проспекта Текстильщиков дворник обнаружил коробку с щенками. Их немедленно доставили в приют. Животные были обречены на голодную смерть, но их спас счастливый случай. Выкинутая на улицу после смерти хозяйки дворняшка по имени Малышка пару дней назад родила щенков. Собака приняла еще шесть кутят, став для них приемной мамой. Причину увеличения количества породистых животных в приюте волонтеры объяснить не могут. Антонина Васильева считает, что дело в безответственности хозяев. Прежде чем заводить питомца, нужно тщательно изучить характер породы и убедиться, что она приживется в семье.